Коллеги, в этом уроке мы с вами вспомним, какие бывают формы торгов и кто такие участники торгов. Как вы помните, торги могут проходить онлайн и оффлайн. Торги оффлайн проходят в определенное время, в определенном месте, которое указал организатор торгов. И вам необходимо самостоятельно, своими ножками туда явиться. Торги онлайн проходят на конкретной электронно-торговой площадке. С использованием ноутбука и электронно-цифровой подписи. Электронно-торговая площадка – это специальный сайт для проведения торгов. Участвовать можно из любой точки мира. Как подать заявку на участие в торгах? При оффлайн-торгах заявку и документы отправляем либо заранее по почте, либо курьерской доставкой, либо приносим лично. Срок подачи заявок смотрим в аукционной документации. Для участия в онлайн-торгах нам нужна электронно-цифровая подпись. Заявку и документы отправляем заранее через электронно-торговую площадку до окончания срока подачи заявок. Претенденты и участники торгов. Претендент – это тот, кто подал заявку на участие в торгах. Участник – тот, кто подал заявку на участие в торгах и был допущен организатором торгов. Говоря простыми словами, когда вас заинтересовал какой-либо объект, вы подготовили документы и подали их на участие в торгах, вы еще являетесь только претендентом. С момента, когда организатор торгов допустил вашу заявку на участие в торгах, вы уже являетесь участником торгов. Претендент приобретает статус участников торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов. Претендент не допускается к участию, если документы не подтверждают право претендента быть покупателем. Представлены не все документы в соответствии с перечнем. Заявка подана лицом, неуполномоченным претендентом. Проблема с задатком не подтвержден, не подан срок, оплачен не в полном объеме, подан с нарушениями. Что значит оплачен не в полном объеме? К примеру, у вас стоит задаток 10 тысяч одна копейка. Вы оплачиваете 10 тысяч рублей. Это значит, вы его оплатили не в полном объеме. Запомните раз и навсегда. Оплатить больше можно, меньше нельзя.